Железные дороги 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 Она воюет. То есть я так и считаю, я об этом уже говорил и писал. Вот почему это происходит? Что случилось? Почему все это происходит? Сейчас мы проиграем войну, быстренько после этого возмущенный народ спихнет оплоумевшего Владимира Владимировича. Ну вот фактически это так, они в общем-то это даже не скрывают. Судя по тому, как государство принимало решение на проведение этой спецоперации, какие стратегические задачи ставились, исходя из каких предпосылок, из какой оперативной обстановки в Японии, что разведка у нас провалилась в клаву. Победим Украину. Осталась неделька. Все. Хотел бы подчеркнуть и, может быть, каким-то образом успокоить всех по поводу частичной мобилизации. Речь идет о призыве на военную службу порядка 300 тысяч человек. Это всего лишь чуть более 1% от общего состава военнообязанных в нашей стране. Кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем. Мы это только будем поддерживать. Как сказал президент, эти люди после призыва получат все социальные гарантии, которые распространяются на военнослужащих по контракту. То есть, по сути, они становятся такими же контрактниками. Кто за меня будет платить ипотеку, если меня, допустим, призовут? Если вас призовут, вы будете продолжать платить ипотеку уже со своей новой получки, которая будет очень высокая. У нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил, тех, кто имеет боевой опыт, тех, кто имеет военные специальности. У нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. О, какой поворот! Указ о частичной мобилизации подписан. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Здоровенько, пацаны! ИК-19, город Ухта, Бельгоп. С нами все нормально. Давайте к нам подтягивайтесь, воюем. Давайте, ждем вас. Все? Все? Призывы на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего тем, кто проходил службу в рядах вооруженных сил. Ну, сегодня прозвучало, если мы не победим, вообще не вариант, победим. Я с конца начну, наверное. Победим. Американцы узнают, получают информацию из нашего Министерства обороны еще раньше, чем, наверное, сам министр обороны. То есть, все американцы знают первыми. Но против дискредитации вооруженных сил возбуждают уголовное дело против Стрелкова. Жена заместителя министра обороны Российской Федерации, вот эти, буквально в эти дни, отдыхает в Куршавеле. Дочь министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова проживала в США. Ваша дружина американка. Запад объявил нам, объявил всему русскому миру тотальную войну. Это теперь уже никто и не скрывает. И доходит уже до абсурда та самая культура отмены России и всего, что связано с нашей страной. Проблема, да, русских в том, что они вообще существуют. Существуют. Да, вот поэтому не существовали бы и не было бы никаких проблем. Вы знаете, мне кажется, что нужно быть не просто глупым, нужно быть наглым. Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверить. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Исторически, мне кажется, что, в общем-то, и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великую Россию. И, соответственно, и Малоруссия, и Новороссия присоединятся к нам вместе с Белоруссией. Вот такая программа. А дальше посмотрим. Штаты разжигают ненависть к России. Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. И градус этой ненависти зашкаливает. Поэтому, фактически, сегодня идет война не столько с Украиной, сколько с таким коллективным Западом, который стоит сзади украинских солдат. Вчера стало известно, что в Краснодаре застрелили замначальника отдела города по мобилизационной работе и бывшего командира подводной лодки Краснодар Станислава Ржицкого. Это та самая подлодка, которую подозревают в запуске калибров по Виннице 14 июля прошлого года. В результате погибло более 20 человек. Ржицкий был убит четырьмя выстрелами в спину и грудь во время утренней пробежки. Скорее всего, стрелявший хорошо знал маршрут его пробежек и где на этом пути нет камер наблюдения. На самом деле, узнать маршрут пробежек Ржицкого никому бы не составило труда. Он регулярно делился им в своих соцсетях и он всегда был примерно одинаковый. Сейчас возбуждено уголовное дело, нападавшего ищут. Очень похоже, что украинские спецслужбы начали работать по израильскому методу. В целом, это очень ожидаемо. Редактор субтитров А.Семкин